Юбилей в жизни и в творчестве. 2 марта художественный руководитель театра для детей и молодежи Борис Гранатов отметил 70-летие. В этом году исполнилось и 25 лет, как он руководит театром, где ни на минуту не стихает жизнь. Чем сегодня живет театр, его художественный руководитель узнавала наша съемочная группа. Цветы, подарки, поздравления. Народному артисту России, лауреату государственных премий области, председателю Вологодского отделения СТД РФ и художественному руководителю театра для детей и молодежи 70 лет. И это не единственная круглая дата для Бориса Александровича в этом году. Вот уже 25 лет он художественный руководитель театра, а в учреждении, в свою очередь, этот 40-й сезон. Шли годы, и те идеи творческие, художественные, которые у меня были, я старался их осуществлять. И сегодня, в общем-то, театр совершенно другой. Во-первых, обновился почти весь состав. У меня была одна задача – сделать так, чтобы люди стали заниматься исключительно творчеством. Настоящий живой театр, он меняется кардинально, ну, примерно каждые пять лет. И сегодня в театре кипит жизнь. Идут репетиции, готовятся новые постановки. Например, новая сказка для детей и взрослых «Айболит-2016» по мотивам произведения Корнея Чуковского и киносценарию Ролана Быкова «Айболит-66». Это будет музыкальная история с настоящими акробатическими номерами. Поэтому пока актеры проходят основные сцены, за кулисами кипит работа. Здесь вся бутафория делается. Все, вот видите, вот шляпы – это все, они своими руками делают. Это новые, это вот для «Айболита». Это художественный декорационный цех. Здесь и рождаются все элементы декорации спектаклей. И прямо отсюда они попадают на сцену. Такие люки открываются. Это подают прямо отсюда на сцену. Высота здесь 15 метров. В пошивочном цехе тоже кипит работа. Готовы эскизы к новому спектаклю и костюм главного героя. Все здесь создается вручную художниками-модельерами. И под час за месяц они успевают подготовить до 20 новых костюмов. Это по спектаклям разложено. Вот это наш военный спектакль «Сороковые-роковые». Вот это патефон. Тут, видите, тут и ремни, и противогаз. Это все из военного спектакля. Артисты, пожалуйста, на сцену выходим. Началась репетиция. А это пульт помощника режиссера. На нем весь звук, свет, подготовка актеров. Перед глазами обязательно пьеса. Ошибок быть не должно. Хотя театр – это всегда процесс творческий. Это живой организм. Мы каждый день ищем то ощущение нашего сегодняшнего отношения к пьесе, к сцене конкретной, которая сегодня репетируется. А потом это все, конечно, фиксируется. Но процесс репетиционный, если он такой живой, то потом и спектакль живой. Потом каждый спектакль чуть-чуть иначе. Вся жизнь Бориса Александровича связана с театром. Как вспоминают, он буквально родился на сцене. Отец был артистом. За его плечами уже больше сотни спектаклей. Есть планы и на будущее. 19 марта состоится премьера спектакля «Айболит-2016». 17 апреля – творческий вечер, посвященный 40-летию театра. А дальше – голоса истории. Чем удивит на этот раз театр на фестивале Борис Гранатов пока держит в тайне.